Всем доброго времени суток, на связи Ольга Ольнева. Сразу хочу сказать, что снимается для вас сейчас такой мини-мастер-класс, но при этом работа в студии кипит, поэтому будут посторонние звуки, извините, реально просто заказ отдадим, и у меня уже такой возможности снять для вас не будет. Я думаю, что это может кому-то пригодиться, поэтому все-таки решили попробовать снять. Сейчас я вам покажу, о чем речь. Смотрите, у нас заказ на композиции 2 из 3 роз на плоском основании, которые будут украшать кулисы и будут переезжать с студии танцев из зала в зал, то есть они выступают в разных городах, а декорации, которые у нас заказывают, они возят с собой. То есть у них уже есть от нас ростовые розы, не помню даже в каком количестве штук, наверное, 14-15 они заказывали красные на золотых стеблях. И сейчас хотят композицию тройные, 2 композиции по 3 розы. Розы диаметром получились у нас, ну заказ такой был 60-50 и еще будет 50. То есть это такая тройная композиция. Сейчас я попробую отодвинуть подальше видео. Как мы решили сделать для них, чтобы им было удобно. Мы сделали вот такую вот конструкцию, вернее основу, это не конструкция, основу, на которой будут приклеены розы сразу. И с обратной стороны будут приклеиваться крючки. Обклеен картон однослойный, просто кусками изолона. Самая несимпатичная сторона у нас будет заклеиваться розами, ну то есть не будет видно. Обратная сторона, хотя висит на кулисах, получать на занавесках, все равно мы заклеили изолоном, чтобы было красиво. Вот. Начну я именно с крючков, с петель, за которые они будут вешать, цеплять. Сделали мы из проволоки 1,2 мм, скрутили. И теперь на термоклей я буду их сажать. У меня будет, ну, наверное, 4 крючка, 2 вот здесь. И на всякий случай я сделаю все-таки и здесь. Хотя, скорее всего, они будут вешать так, но мало ли чего, захотят перевернуть, поменять, как бы, позицию, скажем так, чтобы у них была такая возможность. Чтобы вы понимали, да, как мы будем, почему я буду клеить так, чтобы крючок выступал. Чем выше петля, тем меньше будет провисание вперед, так как мы давно оформлением занимаемся, и витрины, и всяких подвесных конструкций, куда только цветы не вешали. Вот. Тем более, этот крючок будет не виден, потому что основа сделана так, что она меньше, чем диаметр роз. И, соответственно, задача была такая, чтобы вот эту основу было не видно, да, как будто в воздухе висят розы. Вот. И поэтому выступающая петля, она будет тоже не видна, но при этом не будет провисать, скажем так, вся композиция. Вот. Что ж, я теперь буду приклеивать на термоклей. Я просто заливаю максимально много клеем. Я специально сделала такие вот торчащие, как бы на ножках, что ли, да, чтобы не вырвало ее. Ну, не должно быть, потому что вообще очень легкая, легкие розы на плоском основании. Заказчик увидел нашу Софи Лорен, которую мы недавно отправляли в Москву. И, в общем, эта фотография прилетела мне в WhatsApp с просьбой сделать такие же, чтобы они вешали Софи Лорен. Но я как бы объяснила, что Софи Лорен, которую мы отправляли в Москву, они достаточно тяжелые по весу. И им для такой воздушной, легкой конструкции, которая еще будет и на лесках вешаться, и перевозиться, все-таки розы на плоском основании самый оптимальный вариант. Чтобы они сочетались с красными розами. Почему не красные, да? Потому что кулисы все темные, и красные розы там просто потеряются. То есть, ну, задача такая, чтобы, естественно, эти декорации, которые стоят все-таки денег, да, они были видны. Видны в том числе издалека. Вот, много клея использовала, и заклеиваю я фолум 2 мм. Он более прочный, чем, например, тот же изолон. Излишки клея просто убираю потом. Сейчас можно положить под груз. То есть, поставить просто что-то тяжелое. Да, можно мне... Ага, спасибо. Вот. Так, а мне... Что можно тяжелое? А можно мне термоусадку, вон ту, нетронутую? Пожалуйста, две, наверное, даже. Сейчас термоусадку положим. Кстати, термоусадку вы можете купить в том числе у нас в магазине изолон.эво. Там продается и изолон, и фом, и листовой, и рулонный, и китайлон. Скоро новые поступления нового материала будут. Так что приглашаем вас. Вот. Обязательно, обязательно нужно подтяжесть, да, чтобы... Ну, почему я ставлю подтяжесть не руками? Просто потому, что быстрее так. Сейчас я уже начну клеить следующий. Вот. Крючочек, за который они будут потом цеплять леску, повторюсь. Обклеивали изолоном 2 мм, да, сразу вопрос, вот у вас наверняка возник, то есть какой толщины. И тут нужно, важно, чтобы вот эти вот крючочки были одинаковой длины. Ой, вам не видно уже, да? Вот. Одинаковой длины. Обязательно будем проводить еще испытания в мастерской. Будем подвешивать тоже в воздухе, смотреть, как все это висит. Это очень важно тоже, прежде чем отдаете клиенту, тоже это все как бы проверить. У себя в мастерской. Так, не могу не прорекламировать живой мастер-класс, который состоится 22-23 февраля в Киеве. Преподаватель Ирина Задетовецкая. Мастер-класс по созданию больших цветов и декораций. Эта Ирина уже будет проводить второй раз в Киеве мастер-класс. Первый прошел в декабре, очень успешно. И получились действительно замечательные работы. И девочки все уехали довольные. Были из разных стран. Девчата не только с Украины. Из Украины. Поэтому очень рекомендую. И 14-15 мастер-класс в Москве, где буду преподавать уже я. Тоже большой мастер-класс двухдневный. Большие цветы для бизнеса. Ну, о стандартах моего обучения. Если вы давно подписаны на канал, вы знаете. Если вы недавно, то у вас есть возможность читать и послушать отзывы участников мастер-класса. Посмотреть на канале YouTube. Очень много работ моих учениц, их успехов. То есть, я очень горжусь ими. И всегда показываю результаты после мастер-класса уже. То есть, какие у них результаты после обучения. Вот. Обязательно зайдите. Тоже посмотрите. Очень много видео на эту тему. Так. Ну что. Это у нас прикрепилось. Это пока нет. Мы сюда ставим утяжелитель. Вот. И сейчас на другую сторону делаем. Повторюсь я это делаю для того, чтобы у них была возможность. Ну, может быть, я сейчас не буду это делать. Нет. Это надо сделать сразу. Потому что потом будут с обратной стороны цветы. Дорогие мои. Цветы будут. И это будет сложно сделать. На всякий случай дополнительные крючочки я все-таки им сделаю. Потому что кто его знает, как они захотят там так или иначе подвесить. Фомом лучше заклеивать. Потому что он прочнее все-таки, чем изолон. Так. Тяжесть у меня лежит. Чтобы все у нас там застыло. И наношу термоклей. Который заканчивается всегда не вовремя. Мы еще будем крепить листья. Не только цветы. Будем крепить еще и листья. То есть здесь все не так просто. Захотелось именно красоты. Сейчас я вам покажу. Диан, подашь мне золотые листья? Я не вижу, где они что-то. Мне надо сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть листиков. А, ну все давай, я влюем. Ага, спасибо. У нас две композиции. Соответственно, листья уже сделали на две. Вообще, такие крючки мы используем периодически, да, для картин, для оформления стен. То есть мы бывает на обратную сторону цветка просто это крепим. И у нас бывает, что не всегда же в рамке висит цветок. Согласна? Бывает, что просто... Просто висит один цветок без рамки. И вот такие крючочки мы тоже делаем. Так, нам осталось вот здесь заклеить. И вот здесь заклеиваем. Ну что, переворачиваем нашу основу и начинаем располагать цветы. Я начну с центрального цветка. Он самый большой. У нас завал в цветах, поэтому рабочая обстановка. Просто у нас конвейерное производство уже. Так, ну что, здесь задача такая. Четко по центру расположить. То есть тут, в общем, думать особо. Подключаем только глазомер, да, чтобы у нас роза была четко по центру. И оставалось одинаковое место еще на две розы. Дальше будем располагать листья. Что здесь можно? А можно не фен, потому что феном припаять и все. Тут даже клей-то не нужен. Это же изолон к изолону. То есть можно просто припаять. Ты убрала его уже, да? Ага, сейчас мне подадут фен. Мы еще убираемся. Немножко. А я тебе мусор взамен. Все почистлю. Так, сейчас подключаем. Так как это сделано из изолона, основа тоже обтянута изолоном, можно просто припаять быстро и намертво, можно сказать. Только с мясом, если уже. Так как это сделано изолона. Все. Все у нас закрепилось. Вот таким образом. Дальше крепим сюда. Диана, вот еще можно запросить. Спасибо. Так, это уже пошла роза 50 сантиметров. Ее располагаем так, как нам нравится. Второго шанса не будет. Она получается прям, сейчас покажу, на краю. Видите? Ну и включаем фен. Вот так. Так. Итак. и то же самое делаем с 3 розы как сделать такие розы вы можете научиться по видео мастер-классу который есть в моей онлайн школе он стоит 1790 рублей к этому видео мастер-классу подробному идут выкройки на 5 разных диаметров роз то есть удобно даже не нужно как бы выкраивать там есть разные диаметры как раз эти диаметры мы используем часто для оформления стен для оформления фото зло ссылка на онлайн школу тоже будет под этим видео вот по поводу заказа опять же да заказчица наш посту как бы уже заказывали они у нас интересно то что заказ пришел именно после того как я выложила красивые 33 розы софи лорен который мы вот отправляли в москву кстати они благополучно доехали и заказчик уже заказчица прислала уже отзыв написала что все они очень красивые все доехало в целости сохранности то есть если вы видели видео как мы упаковывали то есть упаковка выдержала что самое главное спасибо вам за пожелание очень много вы написали в дирик тоже и вопросы были я на все ответила так смотрите выбираем листики листики нарядные по таким листьям есть бесплатный мастер-класс у меня тоже на канале youtube обязательно все равно мы делали проволочку и закрывали и несмотря на то что они будут приклеиваться да я просто хочу чтобы была возможность у нас и у клиента как бы их немножко гнуть чтобы они как-то не просто плоско были приклеены а чтобы можно было форму какую-то придать поэтому мы не поленились скажем так все-таки проволочку приклеили ну дело не в лени конечно дело во времени просто да а еще просто по неопытности можно подумать ну зачем проволока можно же приклеить а все-таки проволока дает вот такая такую возможность да вот приклеивать будем на термоклей для тех кто у меня сейчас смотрят новички да почему не спаиваем потому что фон такой не спаивается с изолоном но он принципе не спаивается спаивается только зефирный фон 2 миллиметра за что я его люблю но он есть только в трех цветах красный белый и пудра мы как раз делали на мастер-классе в москве минувший мастер-класс который уже проходил не так давно в январе мы делали пионовидной розы из него если вы следили видели обязательно посмотрите видео как проходили живы как проходил живой мастер-класс девочки тоже как проходило вручение сертификатов очень трогательно очень трогательно и волнительно всегда я буду располагать таким образом вот надо смотреть чтобы красиво конечно в идеале на на пол сейчас я наверно встану на стул потому что мне так не видно большая композиция получается вот я буду приклеивать сейчас тоже ну кто не смотрел бесплатный мастер-класс по этим листьям но смотрят меня сейчас ну во первых мастер-класс посмотрите все таки да вот прожилки нарисована термо клеем и сверху покрашена краской куда из баллончика то есть это в принципе эффект потрясающий краска не слезает выглядит очень нарядно и красиво особенно любят у нас клиенты для торшеров мы делаем такие листики продаем торшеры на золотых стеблях вот с белым цветом с красным с бежевым продавали то есть на самом деле много с чем красиво получается красиво на реально единственное ну не всегда не у всех получается с первого раза нарисовать аккуратно прожилки но вы не отчаивайтесь то есть просто делал тренировки посмотрите просто бесплатный мастер-класс кстати после регистрации в онлайн школе в моей помимо то есть вы можете зарегистрироваться не абсолютно бесплатно но те бесплатный мастер-класс которые туда загружены свои криками подробные они у вас будут открыты доступ вас ну как бы автоматически открывается после регистрации там течение 24 часов по моему платить ни за что не надо это уже по вашему желанию захотите купить мк по розам там по пионам по розе сафи лорен это уже на ваше усмотрение но на ней на платформе на это очень удобно смотреть и бесплатный мастер-класс в любое удобное время и там все разбито по разделам там например там упаковка такие цветы урок такой то все подписано девочки которые после живых мастер-классов получают бесплатный доступ к там порядка 35 видео мк идет в подарок платных и плюс вот еще бесплатные они конечно всегда в большом восторге потому что продолжают учиться даже после живого мк покупать ничего не надо очень много видео идет в подарок по различным цветам по различным техникам в том числе по фото зонам хотя мы их конечно проходим на мк на живом и собираем их не то что этом на пальцах рассказываю но у нас же много фото зон порядка 12 форм видов и про все про эти формы есть уроки которые они потом просматривать так сейчас я попробую конечно как-то вам показать что получилось ну давайте доклею потом целиком все-таки покажу да так и я буду вот здесь клиенту понравилось когда мы выложили изначально заказ был листики сверху но ему понравилось что вот выступает просто поменьше немножко сделали листики тоже симпатично смотрится тоже на термоклей то есть это прям такая настенная композиция по сути такой вариант возможно понимаете вот это не просто кулисы там вот у нас сейчас такая ситуация да у вас может прийти заказ как не повредить стену но повесить тройную композицию пятерную здесь могут быть мелкие розочки пиончики все что угодно и пожалуйста у вас есть вариант как это все закрепить можно это все прикрепить к потолку это раз если есть смонтированные крючки если есть возможность смонтировать эти крючки если такой возможности нет ничего страшного значит придется на стене сделать гвоздики и это просто вешается на гвоздики как 3d картина сейчас про крючки кстати недавно же было у меня видео да про который можно много где купить сушь такая яркая фото зона просто вижу обычно мне такая нанежная а так как мы готовимся к 8 марта у нас на все яркое заказы и прям я смотрю как нарядно смотрится интересно смотрите уже всем надо бежать не в числе вот смотрите что получилось и заказ надо отдавать вот такая вот красота стать на ярком фоне вам даже лучше видно сейчас по-другому покажу можно и так и так вешать и вот так вешать если а какие огромные то они сейчас вижу меня я маленькая по сравнению с ними смотрите еще когда в собранном виде вообще так хорошо заметно когда девушка как-то непонятно что будет в итоге вот ну и что с обратной стороны у нас очень аккуратненько и цивильника есть крючочки вот подвесим их на ночь посмотрим как они себя ведут и уже будем отдавать потом клиенту то есть нам еще одну такую надо собрать проверить на вшивость так сказать и посмотрим что получится вот надеюсь что вам было полезно то есть вот используя вот этот способ можно делать картины панно вешать и использовать много где в том числе для оформления витрин и на самом деле если витрина прозрачная видно с улицы изнутри что вы можете вполне с обратной стороны тоже все закрыть цветами и у вас висит красиво смотрит и внутрь магазина и в обратную сторону то есть я идею сейчас подкинул мне кажется много вот главное не ленитесь главное не оставляйте это на потом и иногда можно сделать небольшие вложения вот в это в конце концов это можно и дома повесить если красиво сделать но если вы покажете это клиенту достойно красивой фотографии тем более еще и функционально да то заказ придет не ждите что заказы придут на пустой аккаунт на не информативный где нет фотографий где нет работы нет движухи приходят заказы там где деятельные люди но и вы должны хотеть этих заказ вы должны хотеть работать хотеть заниматься любимым делом прежде всего у вас будут глаза гореть руки чесаться и у вас все будет получаться вот так что желаю вам вдохновения хорошего настроения интересных заказов любви счастья добра всего пока пока до новых встреч ну что дорогие мои мы повесили всю эту конструкцию к потолку прикрепили на скрепочки даже скрепки обычный канцелярский держит всю эту конструкцию потому что розы из изолона легкие как раз если бы заказчица все-таки настояла на софи лорен то я боюсь что не выдержали бы они вот и с обратной стороны это выглядит все вот так здесь у них будут висеть занавески плотные очень такие я узнала и что он мне не нравится немножко да то есть видите наклон есть вот эта нижняя часть уходит назад то есть передний чуть провисает вперед несмотря на то что я сделала высокие достаточно петельки я уточнила так как чуть ли не брезентовые занавески там и они очень плотные такой наклон не смутил тем более ну еще раз покажу вам прямо совершенно не видно то есть не видно как это что это наклонено все красиво но сбоку наклон есть если для вас это очень будет критично что могу посоветовать во первых делать шире вот эту вот основу ну повыше да вот так но чтобы тоже было не видно и делать еще выше петли максимально до края лепестка чем выше крепление тем ну скажем так вот этот низ не будет тем меньше он будет тянуть и отходить назад вот и все это работает так если бы я сделала крючки где-то вот здесь то у меня еще больше бы вперед вот эта вся конструкция наклонилась мы это уже знаем потому что на когда витрины оформляли уже не раз с этим сталкивались и знаем надеюсь что вам было полезно это видео что вам пригодятся эти знания для оформления витрин свадеб вообще вот эта композиция она по моему в интерьере прекрасно тоже будет смотреться не только для оформления знаю там витрин и мероприятий но и в интерьере тоже очень красиво в салоне красоты на ресепшн можно да и в общем то это уже почти готовое оформление если вы так вот закрепить их то есть можно листья какие-то другие да там предлагать невесте в серебре пожалуйста в зелени вот и на арку вешать на джокерную систему тканью оформить дополнительно то есть тут вариантов очень много обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до новых встреч пока